Я сейчас сижу, волнуюсь больше, чем тогда на сцене Всем привет, с вами Freestyle, меня зовут Игорь Олейник Вы очень быстро набрали 10 тысяч лайков, поэтому я не мог ждать Я записал следующую часть Как и обещал, в этом выпуске я рассмотрю турниры, в которых я участвовал К сожалению, по таймингу я не смогу запихнуть все свои финалы в одно видео Поэтому давайте так, наберем еще 10 тысяч лайков под этим видео Я запишу уже, наверное, самые интересные баттлы Это 2013 год против Takura Там есть очень интересные моментики, например Не буду вам все спойлерить, также не забывайте подписываться на мой канал И прежде чем мы начнем смотреть мои баттлы, хочу сделать небольшое объявление До Нового года осталось чуть меньше недели Я хотел бы сделать некоторые подарки вам, своим подписчикам Подписывайтесь ко мне в Инстаграм, я буду делать информационные сторис Где я буду назначать какое-то место, время Первое счастливщее, которое дойдет до этого места Там я подарю разные подарки Футбольная обувь, точнее футбольные бутсы Это еще какие-то подарки Например, битсы В общем, подарками вы останетесь довольны Ссылочка на мой профиль есть в описании Я долго думал, что вам показать Я решил показать вам два своих финала Один финал 2009 года Второй финал 2012 года Выиграв эти оба турнира, я отправился уже на мировые финалы Ну а первый мой финал состоялся в Питере Я рассказывал вам о нем в прошлом видео Самые серьезные соперники мне попались в стадии Одна четвертая, одна вторая В финале я уже на самом деле был Уверен в победе, поэтому я не волновался Не ронял мяч Я долго присел в интернете Я не мог найти батл хорошего качества Поэтому, к сожалению, что есть А я уже не помню, почему я первый начал То ли это жребий, то ли я сам вызвался Конечно, сейчас, спустя столько времени Эти трюки очень смешно смотрятся Я помню, что в одной второй мне попался Фристайлер из Питера Лекс очень стильный, очень крутой чувак Это был очень сложный батл Потому что все-таки сражались не каждый сам себя Я отставил честь Москвы Он отставил честь Питера Турнир проходил в Питере Поддержка вся была на его стороне Хотя, кстати, меня тоже очень много кто поддерживали Сейчас была моя короночка В те времена В принципе, ничего особенного Еще до батла я понимал, что я выиграю этот турнир Давайте перейдем, наверное, к следующему финалу Он поинтереснее Во-первых, качество лучше Во-вторых, можно будет рассмотреть сейчас с вами трюки И вообще, скажу честно Мне дико повезло с сеткой Все-все самые конкуренты Они попались в совершенно другую половину Я с ними не встретился Они все решали между собой Вообще, он брал динамикой Он очень круто подготовил свое поступление Все динамично, все чистенько Очень мало он дропал Сеты пока обычные Я думаю, у меня такие же сеты будут Но видите, есть взаимодействие с публикой Это всегда цепляет Да-да-да, вот они, мои любимые всякие темы были Я тогда очень много учил Эти все столы Лебиода Уже такие точные движения То есть я уже занимался где-то 3 года Уже и уровень хороший Неплохо так Неплохо так Было бы здорово не дропать, конечно Ну и здесь, конечно, соперника Я тоже выигрываю по ловерам Но дропы, блин, очень глупые дропы Сразу видно, что немного недооценил соперника И такой вышел расслабленный Я на самом деле забыл, как выглядит этот батл Сейчас я смотрю, что моя программа намного сложнее У меня очень много ошибок Улетает мяч Кстати, ситинги хорошие Мне прям нравится Очень динамично Вообще, да, напишите по динамике Вот ваше мнение Кто динамичней, кто, знаете, энергичней Конечно И сальтушечка, конечно Судил какой-то журналист Судил СТ И судил Луки Это польский фристайлер Очень крутой В итоге нам дали дополнительный раунд Потому что не смогли вывести они победителя Так, начинает Боря Я еще так смотрю на него Он так бодро начал Сложные трюки Рискованные То есть он тоже не волновался А в бафах это очень сильно влияет Когда человек волнуется напротив тебя Это сразу видно И дает тебе дополнительных сил А тут как бы Чувак делает все без ошибок И у нас ограниченное время Тоже там секунд 30-40 И нужно показать максимум Да, я помню, я пошел ловерами И зал начинает взрываться Я вон даже вижу, как на фоне болеют за меня, ребята И... Да, у меня прям и все стили еще получаются Очень прикольно Я сейчас сижу волнуюсь больше, чем тогда на сцене В общем, как-то так выглядели все эти соревнования Я уверен, что многие из вас В смысле, многие Наверное, никто из вас даже и не видел этих кадров Небольшим бонусом Очень много комментариев я вижу Под последними видео Очень много комментариев мне в инстаграм приходит По поводу того, что я снялся в Галилео Это на самом деле крутой выпуск В этом видео слишком много недочетов Например, там говорили про то, что мяч должен быть сдутым Я вообще не понимаю, откуда мне это взяли Потому что каждый накачивает мяч какому удобно Кому-то удобно спущеным, чем кому-то удобно накачивать Кому-то средней жесткости Они сделали какую-то бешеную рекламу Монте А по факту Монте это не самый лучший мяч Я бы вообще не советовал вам покупать его Потому что, во-первых, это трата денег Во-вторых, он очень быстро убьется Придется выбрасывать и покупать что-то новое Ну и в-третьих, самое главное Между батлами меня жестко задержали Как раз-таки на подсъемке какого-то момента Я слышу, что меня объявляют Мне нужно бежать на батл Я прибегаю на батл Я полностью не размят Я полностью не готов А у меня уже стадия где-то полуфинал Я начинаю жестко сливать батл И я чуть не проиграл турнир Из-за того, что снимался в Галилео Поэтому лично у меня такие двоякие воспоминания По поводу этой передачи В итоге, конечно, получилось круто Я получил очень крутой фидбэк И, кстати, не все знают Но я дважды снимался в Галилео Есть еще второй выпуск Мы снимали его в лютый мороз Мы уехали куда-то в Подмосковье Был какой-то бункер закрытый И мы там снимали Если я найду, я обязательно тоже поставлю ссылочку в описании Тоже можете посмотреть Но, конечно, там уже получился такой посредственный выпуск Что ж, на этом все Напишите комментарии по поводу увиденных вами батлов Что вы думаете сами Интересно ли вам посмотреть следующий выпуск Обязательно подписывайтесь на наш канал Мы, ну, не совсем близко Но мы близко уже к 400 подписчикам И, конечно, для меня это мотивация Если мы с вами будем расти С вами был Игорь Олейник iFreestyle Записывайтесь к нам в школу обязательно Всем пока!